Моя страница У меня блоги в разных сетях Но когда я располагаю, первой кнопкой я нажимаю ЖЖ Мне нравится свое название, ЖЖ Это ЖЖ Звук ЖЖ, это звук летней природы Если вы ляжете на землю, вы услышите ЖЖЖ И это есть звук жизни Знаете, я хочу сказать, что я очень благодарен интернету Когда я сказал своим коллегам, что я хочу организовать сайт в интернете Честно говоря, они меня засмеяли Было это в начале тысячелетия Мол, куда старых, зачем там молодые пасутся, ты что, порнографию смотреть будешь? Ну, в общем-то, многие в моем возрасте не въезжают в эту тему Но у меня была тяга, у меня хорошо развита интуиция, по-русски чуйка И все-таки я открыл сайт И вот что произошло интересное Мне на почту, на электронную стали сыпаться очень интересные письма Конечно, я не буду преувеличивать Из 160 сумасшедших Из 100 писем пишут Но 40 просто очень достойных людей Из них есть супер достойные И получилось, что благодаря интернету я протоптал тропинки к людям, о которых никто не знает Вот Баскова и Киркору знают все Но даже если это будет автострада, я к ним ездить не буду Мне нужны тропинки к умным людям И интернет мне помог Мне кажется, что интернет это Это очень интересное Это очень интересный инструмент общения Я не торчу ночами в интернете Потому что для меня интернет повторяет инструмент А я не могу ночи проводить с пассатижами, с молотком Это современный инструмент Он должен быть в каждом доме Сегодня не будешь мыслить до достаточно серьезной скорости Если у тебя не будет интернета Если ты не будешь быстро уметь общаться, отвечать, задавать вопросы, реагировать Интернет убыстряет скорость мышления Есть две энергии, которые убыстряют скорость мышления Первое – это держи голову в холоде А второе – в интернете общаться с умными людьми И я когда-то в конце 80-х годов придумал такую фразу, которую не понимал А сейчас понимаю очень хорошо Я ее говорил, зрители аплодировали Но я толком не совсем даже понимал, что я говорил У нас в России, говорил я, хороших людей больше Но плохие лучше объединены Интернет сегодня объединил не только троллей Не только шнягу, не только отстой Не только этих гламурняшек с моднявками Он объединил и хороших людей Я называю это, ну может хорошее неточное слово Людей недоиспользованных возможностей Их очень много по России Ведь славянский человек, он человек творческий Ему не хватает творчества Мы не созданы для воровства Хотя мы живем, мы при Ельцине жили в бессистемно воровской стране А сегодня мы живем в системно воровской стране Уже знают, что чтобы воровать, надо людям хоть чуть-чуть что-то давать На Западе дают много и много отбирают У нас чуть-чуть дают, но много отбирают Этим мы отличаемся Но счастье любого человека Слово счастье, я часто о словах пишу в живом журнале Слово счастье от слова соучастия Будешь соучаствовать в жизни другого человека, ты будешь счастливым Сколько я знаю богатых людей, которые не улыбаются Ну возьму хотя бы Березовского Вы когда в последний раз видели, чтобы он улыбался? Я даже и Чубайса не видел улыбающимся Абрамович улыбается, но невнятной деланной улыбкой Бедолаги, мне их жалко, им тяжело жить Но есть много людей истинно творческих Какая разница между словом творческим и креативным? Сегодня модно слово креативный Вот Евтушенко я не могу назвать креативным Жванецкого я не могу назвать креативным Я их назову творческим А Киркорова я не могу назвать творческим Я его должен назвать креативным Баскова я должен назвать креативным Михайлов Стас, но он даже не креативный Он популярный Какая разница? Очень серьезная Креативный это человек, который придумывает что-то только за деньги А творческий он от души, от сердца Он даже без денег может остаться творческим человеком Поэтому от слова творческое слово творец Творец был творческим Он не за деньги создавал мир И я всех счастливых людей, которых знаю Ну нельзя постоянно быть счастливым Ну такие Что такое для меня счастливый человек? Которого спрашиваешь Ты бы хотел снова прожить жизнь? Он говорит, еще много раз как я прожил Вот это счастливый человек Ему хочется это повторить все И я из тех людей Я бы с удовольствием прожил еще несколько таких жизней Какая была у меня Они все творческие, креативных, счастливых я не видел Никогда Я не видел, я не говорю, что их нет Есть другого рода люди И не креативные, и не творческие Это злыдни, обозленыши Они превращаются в троллей Я иногда расположу блог Надо прочитать его Требуется минут 20 Ну может быть 30 Вот я расположил Через 40 секунд Мне приходит первый коммент Вы придурок, дядя Миша Или вы идиот Ну слова другие Слова русские, настоящие Правильные А, и смайлик в конце И мне каждый раз так жалко этого человека Я думаю, как бы мне ему написать Как бы мне понять, кто это Но они ж под никами Несчастные люди, которые под никами Рассылают оскорбления Они смелыми себя только под никами чувствуют А еще несчастнее Они, знаете, от чего? То, что единственное удовольствие в жизни Это нагадить кому-то Оказывается, провели Американцы очень успешно проводят Самые дурные эксперименты Типа влияние протуберанцев На рождаемость кроликов в зоопарке У них такие эти работы У них деньги девать некуда, видимо Но, тем не менее, иногда они попадают удачно Они провели интересный эксперимент Наибольшее количество самоубийств Троллей А те сами себя доводят Но сейчас Я все-таки говорю о другого рода людях О тех людях Для которых нужно творчество И чтобы это творчество было признано Хотя бы одним человеком И в интернете они находят Такие окошечки Такие вентиляционные отверстия Такие предохранительные клапаны Они что-то напишут Люди прочитают Говорят, какой вы молодец Такие же Да, для нас, славян Нет другого Счастья, кроме как жить творческой жизнью Мы можем ходить на работу И заниматься не Ну, делом, которое нам не нравится Но должны при этом что-то иметь для души Вот, например, итальянец Или испанец Или француз Ну, давайте так Итальянец Если итальянец украдет в день Разведет кого-нибудь В день на 10 евро Он будет счастлив месяц Славянин не будет от этого счастлив Ему хочется пойти и напиться на 10 евро Наши русские пацаны Которые неожиданно делают многомиллионный бизнес Они все равно стараются От этих денег как можно скорее избавиться Я сколько наблюдал богатых людей Которые купят машину И счастливы один или два дня А сделают кому-то что-то доброе Помогут и счастливы полгода Просто они Я формулирую то, что люди Не могут сформулировать Многие на сегодняшний день То, что я говорю сейчас Многие поймут Ой, правда, я же замечал это Тролли не поймут Потому что тролли У них слышимость закрыта У них чуйки не существуют И поэтому мне их особенно жалко Но я многим богатым людям Говорил об этом Они все соглашались Более того Даже пытались делать какие-то хорошие дела И прилипали к этим хорошим делам И понимали Есть такое древнее учение Очень интересное Кабала В Википедии даже в какой-то статье написано Что я кабалист Вообще там написано В одной статье, что я буддист В другой, что я кабалист Это значит, что я человек мира Значит, я ни то, ни другое, ни третье Но меня интересуют философии Кабала – это философия И когда я читаю интересные книги Сформулированные сегодняшними авторами В Лос-Анджелесе по Кабале Я понимаю, почему Голливуд подсаживается Да потому что там очень хорошие формулировки И там, например, сказано Что высшее наслаждение Они называют это эгоизмом Они делят эгоизм на две стадии Первое – эгоизм низший Это ты себе, 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 себе А второй – высший Другим, другим, другим И вот высший эгоизм Развивает человечество И дает радость и счастье Я разговаривал с главным кабалистом Нашей всея Руси, как я его назвал Но я ему сказал Что если в Кабале Заменить еврейские слова на русские Получится славяно-русо-славянские веды Ну, ведическая философия проявится Он так заинтересовался Говорит, приведите примеры Я говорю, ну вот слово Своучастие, счастье Это то, о чем вы говорите Словами эгоизм А я говорю нашими русскими словами Делай людям добро И ты будешь счастливым человеком И я ему еще много привел примеров Очень много Мы четыре часа с ним разговаривали Вообще это был монолог мой На славянскую тему И он интересно мне сказал Он вообще молодец Вот евреи, конечно, молодцы Он выучил за семь лет русский язык Славянин не выучит иврит за семь лет Просто так Но он даже и не просто так не выучит Наши едут евреи, обрусевшие туда Они же до сих пор толком не говорят на еврите И он мне сказал Мне это так польстило Он говорит Я вас прошу в центре кабалы Прочитать лекцию о славянской истории О русском языке И о ваших ведах Он, кабалист, мне предложил Какой взгляд интересный на жизнь Все древние учения Говорят о том, о чем я сейчас сказал Но только мы эти учения забыли Мы считаем, что счастье в бизнесе Наш премьер все время Тот, который был президентом Лайт Как я его называл Он все время говорит, что надо поддерживать бизнес Он хороший человек По глазам видно Я даже думаю, что он действительно верит Что можно победить коррупцию Потому что, когда он говорит Надо победить коррупцию У него глаза такие честные И он так в это верит Что мне даже жалко его Он не понимает, с чем он связался Но победить коррупцию в России Это все равно, что играть в бильярд На корабле в шторм Это бессмысленное задание Занятие Но Он все время искренне Вот говорит Надо бизнес Развивать бизнес Вот У меня вопрос Дмитрий Анатольевич Если все будут бизнесменами Откуда мы возьмем порядочных людей Я Среди бизнесменов Сегодня Знаю Редких порядочных Они все С утра до вечера Суетятся Бегают Готовы унижаться Ради одного Ради прибыли и дохода Если бы Советский Союз Я бы так сказал Советская власть Не отменила Бога И если бы не уничтожила Крестьянство Загнав их В колхозы И не сумев дать опору Для работы в колхозах Если бы крестьянство Процветало в Советском Союзе Мы бы до сих пор Были самой Сильной державой в мире Я сейчас смотрю фильм Который советую Всем прочитать Посмотреть Называется он Мэдмен Один из лучших Американских фильмов Честно говоря Я такого хорошего фильма Американского не видел Но это не Голливуд Это телевизионная компания Телевизионная компания Американские Снимают Великолепные сериалы Но в них играет Неизвестный актер Они не берут Голливудских актеров А с актеров Которые у них играют Берут подписку Что они будут сниматься В Голливуде И вот этот сериал У нас называется Безумцы О рекламном агентстве О менеджерах Мерчендайзерах В общем Обо всей этой Бизнесовской сволоте Мирового класса Которая в то время Организовала Первые и самые Серьезные рекламные агентства Как любят люди Женятся Разводятся Изменяют Детей рожают Это потрясающий фильм Это нечто Срай Только смотреть надо В одиночестве Вот так прийти Сесть Включить Чего-то Свой носитель Как теперь говорят И улететь туда Вот Чем замечательна Классика Литературная Можно под торшером Уйти в книгу Внутрь В гости К тем О ком читаешь И там жить И после вот той Суеты Пробок Особенно если Новости посмотрел И жить не хочется После этого То возьмите Книжку Сага о форсайтах И поживите там И у вас Успокоится Нервная система Совет Дурной Глупый Мало кто К нему прислушается Возьмите Фильм Мэдмен Безумцы Вы будете жить Там Вы И он Да Там много проблем Но там нет Убийств Нет Про пиписьки С какашками Шуток Там нет Мата Он Он нечто среднее Между сагой о форсайтах И Войной и миром Если из войны и мира Убрать войну Но там фоном Проходит отношение К Советскому Союзу В течение 10 лет Но вообще Я же в это время жил Они же снимали Про свое общество Я же знал Америку через журнал Крокодил Как Слушайте Оказывается Крокодил Довольно верно рисовал Американцев Они там действительно Эти бизнесмены Американские Всегда сидят Закинув ноги на стол Курят И все время пьют виски Ну конечно Они не такие уроды Как у наших крокодилей Рисовали такой Внебрачный сын Хунты От Годзиллы Но Там Когда Хрущев Потряс ботинком Они показывают В этом фильме Ну просто Они показывают реакцию Как созревает общество Они показали Как из Лондона И Вашингтона Люди Убегали в деревне Они боялись Кричали Русские Идут Они Они месяц Не вылезали Из своих домов В деревнях Тряслись Разговаривали Только об этом Там очень интересно Показано Как убийство Кеннеди Как они реагируют На убийство Кеннеди Это все Я помню Но помню С этой стороны Но отношение К Советскому Союзу Потрясающее Какой респект И уважуха Ну боязнь Страх И все-таки Там признают Что первым космонавтом Был Гагарин А луноходом Был наш Сегодня же считают Что это все Американцы сделали К чему я это все Стал говорить Я даже не знаю Просто я умею Отвлекаться Умею возвращаться Но сейчас я не помню К чему надо возвращаться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok